Вырубка кедра Проводилось лесоустройство То есть определялся Породный состав леса И вот конечно Эту работу Ну будем ли так вот провели Не то что халтурно Может быть даже грубее следует сказать Истратили огромные средства бюджетные И провели видимо лесоустройство Не выходя из кабинетов А в каком это году было? Так это уже где-то лет Наверное 20 назад Понятно Естественно что это надо уже Даже наверное больше 20 лет Да больше 20 лет Надо проводить заново лесоустройство Только серьезно Как это положено С облетом Видимо на самолете Может используем даже И спутниковые Навигационные связи И так далее Сегодня это современные технологии Все это позволяют сделать И вот при проведении лесоустройства Получилось так Вот сегодня всплывают такие моменты Скажем на каком-то участии В какой-то лесосеке Числятся 20% кедры 80% остальные сопутствующие виды деревьев А когда доходит дело до фактической заготовки То получается что кедры наоборот На самом деле 80% И только 20% всех остальных других пород деревьев Естественно те кто видят Наблюдают со стороны Сразу начинают возмущаться Что идет Будем говорить Повальная заготовка кедра Даже там где надо и не надо Вот этот один момент А следующий момент С чем он сегодня связан Связан с тем Что многие жители возмущаются Особенно это касается шортов Хотя я бы здесь сказал Что здесь ну несколько Будем говорить так Натянуто больше Больше будем говорить Используется этот флаг шортов Даже под видом тех Кто и не является шортом Начинает прикрываться Вот что им надо оставить Места заготовки грибов Ягод, орех и так далее Ну в какой-то мере это и правильно Касается не только шортов Всего населения Потому что заготовка леса Она сегодня преобладает Близи населенных пунктов Почему такое происходит Потому что в советские времена Готовили в десятки раз больше Вот я работал сам все время В Абазинском леспромхозе Так вот Абазинский леспромхоз Готовил в 20 с лишним раз больше Чем сегодня весь район Заготавливает лесо Естественно Что отсюда вытекает При больших объемах Лесозаготовок Лесозаготовитель может Строить дороги Вдаль будем говорить Вглубь Тайдин Строить мосты Содержать эти дороги Мосты А сегодня же Учитывая что Все лесозаготовители В основном мелкие С небольшим объемом Лесозаготовок Конечно экономически Они никогда не смогут Ни дороги построить Ни мосты Ни то что построить Даже содержать В нормальном Продичном состоянии Не смогут Поэтому жители Жалуются Что остатки Дорог добиваются Лесозаготовителем Никто за этим Не следит Это вот все Упирается в объемы Поэтому сегодня Конечно Было бы Правильнее На месте Министерства Природных ресурсов Все таки Не делить Вот эти Лесозаготовительные Лесосеки На маленькие Кусочки Потому что Кроме вреда Это ничего не даст Во-первых Следить Склажнее За ходом Лесозаготовок Очистки Сосек После Заготовки Леса И так далее А надо стараться Как-то все это Централизованно Привлекать Более крупных Лезозаготовителей А пусть И уже хотят В аренду Там Субаренду Сдают Участие Мелким Но тогда Когда будет Большой объем Будет возможность И дороги Положить В блок Тайди Леса-то сегодня На самом деле Очень много Только он Далеко находится От населенных Пунктов И конечно Вот мелкие Лесокозавители Они просто Не могут До него Добраться Потому что Экономика Их не Не позволяет А вы считаете Что нам нужно За это Увеличить Эти заготовки Леса И гнать И гнать Вот это За рубеж Нет Вот это Вопрос Здесь уже Другой Здесь Надо Будем Говорить Отделить Мух От котлет В принципе Готовить лес Все равно Нужно Потому что На сегодня Очень много Возраст Возрастного Перестойного Перезрелого Леса Который Будет Все равно Сам падать Сам засыхать Будет И так далее Поэтому Готовить Все равно Надо А вот Другое Дело Что за рубеж Разрушить Только Готовую Продукцию Скажем Пиломатериал И так далее Вывозить Но никак Не круглый лес Ну Во-первых Добавленная Стоимость Будет у нас Оставаться Получается Мы сегодня Готовый лес Круглый Отправляем Туда А потом Из-за границы Закупаем Мебель Из тех же Пилок И так далее Это конечно Ненормальное Явление Но еще Одна проблема Лесовосстановления Тогда еще Нужно Это у нас Проблема Лесовосстановления Это опять Тоже все Связано С объемом Мелкий Лесовосстановитель Что он Сможет восстановить Конечно же Как правило Ничего Просто где-то Он откупится От того же Лесника Чем-то Чем-то Поможет Может быть Для него Заготовит Или Привезет Домой Машину Того же Леса Круглого Или На распиловку Отдаст Вот А если Когда большие Объемы Как вот раньше Были Конечно Тогда была Возможность Имея такую Технику И лесовосстановление Провести И все Вот Все это Настолько Все это Увязано И То что Вот сегодня Конечно Опять же Подошли Будем говорить Наши Ну во-первых Мин природы Я считаю По принципу Обжегся на молоке Дуешь на воду Вот Стал когда вопрос О запрете Рубки кедра Запретили Вообще Заготовку Сегодня Ничего Невозможно Сегодня люди Не могут Ни дрова Нормально Выписать себе Ни На строительство Ни на ремонт Жилья Не могут Нормально Выписать себе Лесосеку И соответственно Получилось так Что вроде бы Таштыб Все равно Самый такой Насыщенный Лесными Массивами Лесной Да А сегодня Самое Самое проблематичное Чтобы приобрести Тиломатериал Или те же дрова Не говоря о том Что цены В два раза выросли Буквально В течение года Вот Это вот То есть Потому что Шумиху такую Подняли Пену нагнали До конца Никто не разобрался И в первую очередь Мин природы Почему-то Не вникла Ситуация А пошла на поводу Тех Кто поднял Эту Хакасия Учитывая Дефицит Сможет Это Потянуть То есть Надо было добиваться Это в Москве Это Конечно Конечно Потому что Ситуация Это в общем-то Не только у нас Это Я думаю Что Лесоустройство Провели Это еще в советские Времена Проводили Когда все это Принадлежало Союзному Министерству Собственности СССР Тайга была А не субъектов Значит Экспертизу Экспертизу Эти эксперты Учитывая Что сегодня У нас все-таки Превалирует Товарно-денежные Отношения Не выезжая На место Не изучая Ничего В зависимости От того Сколько им Проплатят Привезут На стол Положат Денежек Такое заключение И выдадут И могут Написать Все что угодно Там Любую болезнь Придумайте Короледы И все Но с другой стороны Посмотрите Вы же Сегодня не секрет Что столько Тайги Круглого леса Уходят За границу Какой больной лес Кто-то у нас Будет за границу Брать Пораженный Короедом Естественно Никогда Больной Заразный лес Никто никогда Не возьмет Потому что Даже там На границе Не пропустят Таможенники Те местные Кто будет принимать Этот лес Зараженный То есть Это все тоже Полная туфта Если так Не сказать Более грубо Это все Сегодня продается И покупается Это вот опять Коррупционная Составляющая Здесь на первый план Выходит Вот Здесь вот И таких моментов К сожалению Довольно много Но В первую очередь Конечно Функцию Должно взять На себя Министерство Природных Ресурсов Экологии Да И еще здесь Проблема В чем заключается Вот если сравнение Ну взять 20-30 лет назад Сколько было у нас Лесничек И сколько Осталось сегодня Сократили У нас Даже как Сокращают Те Что непосредственно Внизу Занимаются Контролем Сократили Этих Бедолаг Лесничек Сегодня Он при всем желании Не сможет обижать Все ли соседи Вот Объехать Обойти их И так далее Чтобы осуществлять Контроль За Тем Что В пределах Границы Вырубка была Чтобы не было Поврежден Скажем Молодой подрост Это тоже Все это надо Отслеживать Сегодня просто Некому этим заниматься Сократили Практически Службу Вот этих Лесничек Наддорных Этих Тех 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 Должен тайгу Охранять И беречь Ее Вот Ну А это тоже Опять же Исходит Если будем говорить В первую очередь Здесь инициатива Должна исходить От Министерства Природных Ресурсов Ну то есть Получается Все точки Надо и расставлены Все понятно Только вот Надо брать и делать Все Как правильно Все Никто этим Не занимается Да В том-то и беда Что сегодня Министерство Природных Ресурсов Никакой Институт Не проявляет Видимо Ну Я не исключаю Сказывать Все то что Возможно Там нет Компетентных Специалистов К сожалению Скорее всего Даже и такое Потому что Судя Даже по тем Которые там Работали Руководители Я вот ни разу Ни одного Здравого Предложения Не услышал Нигде Ни В прессе Как говорится Не в вашем Информагентстве На страницах Вашей электронной Газеты Вот И поэтому Все вот это Запретить Это конечно Проще Но это не выход Надо думать Как все это Грамотно Сделать так Чтобы и вовцы Были целые И вовцы А это все Можно и нужно Делать Ну а вот эти Разногласия У вас возникли С депутатами Да С другими Они в чем Заключаются С Исаковым И Агашевым Ну Дело в том Что Ребята Будем говорить Ну несколько Что ли С точки зрения Пиарства Подошли К этому вопросу Тоже Поддержали Пошли на поводу У этих Пяти-шести Шорцев Матерских Тоже до конца Не вникли Ага Все Рубить нельзя Все надо Запрещать И так далее Кедр Запретить Но нельзя Полностью Кедр Запретить Ну что мы Запретим Рубку Кедра И что Он будет Сам по себе Умирать Перестойный Перезрелый лес Кому это Лучше будет Будет Вымирать Будет Валежник Тайга Будет Засоряться Отсюда Будет Сухостой Соответственно Пожар Пожар Тем Тем Шорцам Тем Требованиям Которые Они Сегодня Выставляют И по Квотам На Вылов Рыбы И так Далее Ну что Другие Люди Тоже Ничем Не Хуже В Конечном Сюрки